Меня зовут Александр Гасенков, я работаю в стихе, основное место работы на кафедре МОУ. Сегодня я хотел бы рассказать о решении на двух задач, которые были поставлены Юрием Георгиевичем Нестеровым в разное время. Но задачи так или иначе об одном и том же, о неком таком алгоритмическом описании поведения человека. Такой стык мат-экономики, оптимизации. И вот мне хотелось бы начать с каких-то фактов стандартных, но может быть они не такие уж и стандартные. Значит, из выпуклого анализа. Потому что дальше я, в общем-то, буду уходить в онлайн-оптимизацию. И для этого мне потребуется напомнить, что было в обычной оптимизации, какие основные результаты нужны нам. Там есть в чистых метрах выпуклая оптимизация, которая дает вам наилучшее значение с точностью епсилона. То есть вы епсилон задали, и хотите как можно быстрее выйти на такой режим, найти такую конфигурацию, которая епсилон оптимальна в смысле по функции. Это минимальное значение функции. Но получаете информацию только на каждом шаге, только о значении функции в данной точке. Более того, возможно, зашумленная эта информация. И вопрос, как организовать процесс, чтобы вы как можно быстрее вышли на что-то такое, что характеризует как правильную жизнь, если так можно сказать. Причем есть разные варианты постановки задачи. Вы можете брать не одну точку в этот день, а две точки. То есть фактически вы можете спрашивать свою жену, допустим, а как она жила этот день, и насколько она получила обратную связь. Вы хотите жить так, чтобы затраты ваши были минимальны. И вот вам надо как-то, исходя из той информации, которую вы получаете, пытаться получить минимум этой функции. Это первая постановка задачи. Вторая постановка задачи. Вы пришли в казино. Ну, что уже, по-сему, плохо, но допустим. Значит, вот пришли вы в казино и играете с казино вот в такую игру. Значит, монетка. Кидается симметричная монетка. Точнее, непонятно, какая монетка кидается. Вот кидается какая-то монетка. Вообще говоря, в интересах казино, чтобы эта монетка была симметричной. На самом деле, непонятно, какая монетка. Вот эта монетка кидается, кидается, может быть, она даже меняется по ходу. И вы делаете каждый раз ставку. Один доллар вы ставите, давайте патриотично, один рубль вы ставите на, соответственно, орел или решку. Соответственно, если ваша ставка выигрывает, вы получаете этот рубль. Если она не выигрывает, ну, вы сказали, что выходит орел, а выпала решка. То, соответственно, вы теряете. Значит, предположим, что казино не располагает настоящей первозданной случайной монеткой. Вопрос. Существует ли какой-то универсальный способ? Вот вы не знаете, насколько эта монетка кривая. Вы не знаете, как она будет меняться со временем. Вы просто знаете, что на большом промежутке времени доля выпадения, ну, сколько раз выпадал орел и сколько раз выпадала решка, это не одна вторая. Вот это вы знаете. И вот вы живете в энтактах, ну, живете в смысле в казино. И, соответственно, вы знаете, что вот эти отношения, ну, то есть, P и Q, это два числа, которые в сумме равняются единице. Это доля выпадения орла, доля выпадения решки. Вот предполагаете, что P-Q по модулю много больше единицы на корень из n. Вот если это так, то я расскажу универсальный способ, довольно несложный, связанный с этим алгоритмом, который позволяет вам обыграть казино. То есть, в итоге оказаться в выгоде. Вот эта выгода будет пропорционально P-Q умножить на n минус какая-то константа на корень из n. То есть, ваша выгода будет пропорционально этой разности умножить на n. И вот какая-то поправка уже со знаком минус, но поправка порядка корня из n. Поэтому, если P-Q много больше, чем единиц на корень из n, вы окажетесь в большой прибыли. Ну, можете оказаться. Но проблема в том, что мы не знаем, какая кривая монетка. Она может меняться по ходу. Это даже не свойство монетки. Это просто сколько раз выпадет орел или решка. То есть, это доля, доля. И вот как такой универсальный распознаватель несимметричности? Вот как это можно? И вообще, как это связано с этой задачей? Давайте попробуем сейчас, это конечная цель, найти ответы на эти вопросы. Попытаемся потихоньку добраться до того, что я сказал. Я переключаюсь на уже слайды. Вот этот слайд, он описывает так называемый state of the art, то есть положение дел в области численных методов оптимизации. Вот для таких задач. Нам надо минимизировать функцию на каком-то множестве простой структуры. То есть, проектироваться на это множество намного дешевле, чем считать градиент. Ну, или субградиент, если функция не выпукла. Значит, наша цель найти такую точку xn, что f от xn минус f со звездой будет меньше, чем ε. Мы хотим найти так, чтобы n было как можно меньше. Вот, ну, как бы, алгоритм тем лучше, чем меньше n. На каждой итерации мы можем запрашивать только значение функции или там субградиент, ну, градиент функции в точке. Значит, давайте ведем расстояние от точки старта до решения. Даже можно больше сказать расстояние от точки старта до ближайшего решения, если оно не единственное. И дальше табличкой опишем состояние науки в данной области. То есть, это значит, что эта оценка, с одной стороны, является лучшей возможной, а с другой стороны, она достигается. То есть, это как бы одновременно. Ну, только с разными константами мультипликативными. То есть, скажем, с одной десятой она нижняя, а с одной, а с константой 2 она достигается. Так вот, если функция просто выпукла и липшится, тогда вот такое число обращений к оракулу к суммградиентам достаточно, чтобы обеспечить вот это. Но оно и необходимо. Просто, ну, тут поправки разные, мультипликативные множители. Если у нас функция еще сильно выпукла, что такое сильно выпуклая функция? Сильно выпуклая функция, это значит, что вы можете не просто провести касательный в любой точке так, что функция лежит в одну сторону от этой касательной. А вы можете вписать параболу еще вот здесь. То есть, вы между этой касательной и функцией можете вписать параболу с коэффициентом наклона му, то есть, круче отделить как бы. Вот это сильная выпуклость. Ну, что такое сильная выпуклость в произвольной норме? Это надо писать. Сейчас я не хочу делать. Но если есть дополнительные липшицевые ингредиенты, оценки вот такие. Все эти оценки с точностью вот такого фактора, это размерность пространства, в котором происходит оптимизация, они не улучшаемые. Ну вот эти L и M, я думаю, понятно, это те самые L и M, которые вот здесь возникают. Вот это и есть что-то типа состояние дел в выпуклооптимизации. Оказывается, что метод, который вот это вот достигает, вот он вот это дает, он применяется вот здесь и вот здесь, то есть для решения задач 1 и 2, этот метод называется зеркальный спуск. Но только в таких немножко специальных вариантах. Вот я и хочу начать сейчас с того, чтобы рассказать, что такое зеркальный спуск. Для этого давайте рассмотрим его сначала в простейшем варианте, когда у нас есть задача безусловной оптимизации, вот такая. И мы хотим найти такую точку, ну как я уже и раньше говорил, что вот это верно. Давайте введем шарик. Этот шарик я сразу скажу, что этот шарик мы вводим для того, чтобы, ну даже для неограниченного множества мы могли контролировать, где мы живем, в каком шарике мы живем. И мы потом будем специально этот выбирать, чтобы, ну чтобы наш процесс не выходил из этого шарика, тогда можно именно в нем и считать всякие константы, то есть не во всем пространстве считать константы, а только в этом шарике. Значит, F-звезды мы обозначаем минимальное значение функции, то есть решение этой задачи. И вот берем обычный градиентный спуск. Вот это D, это означает, что это просто градиент. Если функция негладкая, то это субградиент. Функция модуль X, это негладкая. У нее, значит, вот тут вот целый отрезок, то есть можно провести целое множество прямых, которые будут удовлетворять вот этому свойству. Ну это значит будет множество. Ну любой представитель берется. То есть когда я так пишу, я имею ввиду, что какой-то любой элемент субдифференциала. Ну давайте считать просто градиент, функция гладкая. Чего вы умничаете? Пускай это будет градиент. Значит, мы будем считать, что функция имеет ограниченный градиент в два нормы. Будем считать, что у нас два норма. Два норма это евклидовая, обычная норма вектора. И сделаем следующую конструкцию. Значит, мы возведем в квадрат вот эту разность. И разводим, потому что это скалярное произведение гибердового пространства. Вот раскрывая скалярное произведение, я получаю следующее выражение. То есть это просто реальные выкладки. А вот эта выкладка, она просто вот отсюда взята. Вот. То есть мы живем в этом шарике, потом мы покажем, что из этого шарика мы не выйдем. Х с звездой это решение, корень из 2r это вот размер этой области, из которой мы не выйдем. Где r это расстояние от точки старта до решения. То есть мы заранее знаем, что мы сильно дальше не уйдем, чем в момент старта. Мы стартуем с точки х0, расстояние это х с звездой, вот и r. Но мы за расстояние корень 2r мы не уйдем. Значит, более того, из этой конструкции понятно, что вот сейчас в этой выкладке мы можем брать произвольный х. В частности, х, который есть решение задачи, ну потому что эта выкладка верна для любого х. И более того, если она не единственная, то брать ближайшее х с звездой, ближайшее решение к точке х0. Вот я это и делаю. Что дальше? Дальше я пользуюсь чем? Что я вот это вот сумел ограничить. Давайте еще раз вернемся к предыдущему слайду. Я переношу вот это в левую часть, вот эту штуку я переношу в левую часть, а вот эту я переношу в правую часть. И делю на h, я делю в обе части на h, потому что на 2h. Я хочу, чтобы вот это было без множителя. И вот дальше я это суммирую. Вот что я получаю? Я вот это собрал, суммирую, ну и деля на единицы, ну и получаю тут единицы. Вот это то, что в правой части. А тут будут сокращаться слагаемые, потому что, ну вот, Агельского такого типа сумма. И вот выкладка. То есть я суммирую правую часть, ее могу упростить вот таким образом. А левая часть, левая часть, по выпуклости функции. Это вот, вот ровно, если вы запишите условие, что в данной точке f от чего там у нас? Вот если я возьму произвольную точку х, и возьму точку х, и напишу условие, что значение функции в этой точке, в точке х, больше не уравняется, чем значение этой прямой, а уравнение прямой f от х к плюс градиент f от х к на х минус х к, то я и получу, ну, правильно перенося слагаемые, вот из этой формулы, я получу вот эту формулу. А вот эта формула, в свою очередь, обеспечивает по выпуклости вот это. И, собственно, нюанс заключается в том, вот это ключевое место, что это можно не делать. То есть я могу вот этот шаг не делать, и тогда я оставлю ответ вот в таком виде. А если так, то тогда, на самом деле, несложно заметить, что все эти выкладки, которые я делал, они верны для любой функции fk. То есть я могу, как бы сказать, на каждой итерации, на каждой итерации, брать свою функцию fk. То есть я, как бы, какую-то задачу необычную решаю. Я не одну функцию оптимизирую, а я, как бы, эту сумму функций оптимизирую, минимизирую. Но на каждом шаге мне есть доступ только вот к той катой по порядку функции. То есть я хочу сказать, что мне ничто не мешает в этих выкладках просто приписать нижний индекс k к функции f. Вот проверьте, что, в общем, эти выкладки, они для любого вектора верны. То есть здесь используется свойство градиента только в этом месте, что градиент ограничен m. Только это используется. А то, что это настоящий градиент чего-то, это, соответственно, где-то это. Это используется только в этом месте, но поскольку тут один индекс k, то есть для каждого отдельного слогана, то это все нормально. То есть мы для этого катой функции пишем тут катую разность. Так что все хорошо. Просто вот это мы уже теперь не имеем права писать, потому что функции будут разные. Но это в будущем. Это просто я пояснил место, которое позволит перенести зеркальный спуск на так называемый онлайн-контекст. А онлайн-контекст это вообще говоря вот это. Потому что казино, оно может быть умным. Оно может со временем обучаться тому, что мы делаем, и начинать нам вредить. Ну то есть вообще говоря, допускается, что казино знает историю наших ходов. И свою, как бы так сказать, монетку как-то пытается приготовить враждебным образом. Но вот выигрыш все равно у нас будет, если вот такое свойство будет. То есть ясно, что это свойство можно реализовать просто по-разному, выдавая там нули и единицы. Но вот как бы мы ни реализовывали, все равно будет выигрыш. Вот это онлайн-контекст. Просто я к этому в конце вернусь. А пока я пояснил место, которое мне потребуется. Что дальше? Дальше я имею параметр, который я задал с самого начала как произвольный. Вот у меня h был. Сейчас, вот этот h. И этот h был просто какой-то параметр положить. А вот теперь я этот параметр выбираю так, чтобы правая часть была минимальна. Ясно, что это гипербол, она бывает, а эта линейная функция, она возрастает. Если вы нарисуете график гиперболы и возрастающие функции, ну это будет что-то в таком духе. Вот значит будет что-то такое. Очевидно, что у него есть минимум. И этот минимум и надо найти. Просто приминимизировать правую часть по h. Вот решение. h надо выбирать таким образом. Значит, если я выберу h так, а точки xn возьму вот как здесь написано. Что здесь написано? Что вот такая конструкция меньше, чем вот это вот все. Если я h выбираю вот так, а xn выбираю вот так, я получу вот такое соотношение. Ну давайте его инвертируем. Давайте напишем, что mr на корень из m равняется ε. Значит, я могу это переписать как n равняется mr в квадрате на ε в квадрате. Вот, да, запомнили? Сейчас что получилось. Сравниваем с тем, что было до этого. Вот она, таблица. Вот это ровно и написано. То есть мы получили нижнюю оценку. Вот этот метод, который я описал, он работает по нижней оценке. Значит, ну все тут хорошо, за исключением одного момента. Что мы работали в евклидовой, так называемой, прокструктуре. То есть мы работали на множестве, на всем пространстве. Никаких ограничений не было. Но мы видим, что вообще говоря, вот, например, задача, содержащая этим образом, возникающая, так сказать, часто в жизни, в поведении человека, доли времени, или пропорции, всегда есть какие-то симплексные ограничения. Поэтому говорить, что мы сейчас просто возьмем тот же самый метод, но метод существенным образом использовал, что мы, ну как бы, решаем задачу безусловной оптимизации. А теперь у нас это не так. И вот давайте попробуем, следуя Немировскому, обобщить, обобщить вот эту конструкцию на, ну, на, собственно, общий случай. Вот здесь написано это обобщение. Это довольно громоздко. Но, тем не менее, это как раз и позволяет получить оптимальные методы. Значит, вводится так называемая, ну, прокс-функция, обладающая вот такими свойствами. Ну, для простоты, чтобы была аналогия с тем, что я говорил до этого, считайте, что, например, эта функция квадрат. Квадрат не в 3-домой норме. 1, 2, x, 2 нормы в квадрате. Для случая, когда у нас задача безусловная оптимизация, или мы оптимизируем на эвклидовом шаре, вот это типичный пример этой функции. Тогда мы порождаем так называемое расстояние Брегмана, хотя, ну, конечно, в общем случае не расстояние. И вот для эвклидовой нормы это расстояние будет вот так записываться. Вот. И ровно в этих терминах мы и пытаемся теперь рассуждать. И, соответственно, вот здесь вводится аналог того R, который был раньше. Это вот, так сказать, вот такое расстояние. Обозначим их со звездой решения задачи 6, вот этой вот задачи. Ну, и можно считать, что если решений много, это ближайшее решение к точке старта. Ну, то есть это вот минимизирует вот это. Ну, это уже детали, это если не единственное. Так вот, ключевое наблюдение, которое, вообще говоря, очень тривиально, оно заключается в следующем. Вот давайте вспомним конструкцию основного предыдущего рассуждения. Вот такой шаг, вот такой шаг, и этот шаг с произвольным вектором, вот неважно какой здесь вектор, этот шаг обеспечивает вот какое-то такое соотношение. Давайте на него смотреть вот так. Что вот это вот скалярное произведение меньше, чем вот эта разность. И тут что-то такое вот оценивающее градиент. То есть разность вот этих прокс-функций, вот они, евклидовую, разность прокс-функции. И вот вопрос, что является аналогом для метода, который вот здесь описан. А метод очень похож, это как бы что-то типа проекции градиента. То есть видите, здесь вот такой оператор вводится, где мы, ну вот как бы, проектируемся. То есть если здесь ввести евклидовую норму, это будет просто проекция на множество q. То есть если я возьму здесь евклидовую структуру, это будет евклидовая проекция на множество q. евклидовая проекция вектора ИВ значит неаккуратно говорю это немножко надо поаккуратнее говорить ну не важно, в общем это евклидовая проекция не вектора В а вектора ХК плюс В если так точнее говорить ХК плюс В, вот это будет евклидовая проекция этого вектора вот так точнее значит хорошо, вот если я делаю такой шаг, являющийся аналогом того шага, то я получаю соотношение очень похожее на то соотношение, которое у нас было. То есть, я, не знаю, извиняюсь, что еще раз скачу, но посмотрите, вот оно, вот оно. Вот это, это v от x, x, k плюс 1. Здесь v от x, x, k. Здесь скалярное произведение и вот это вот. Ну, то же самое, просто поставьте здесь v, x, вот v, x. Вот абсолютно то же самое. Вот. Вот это здесь написано. Вот оказывается, что это соотношение позволяет просто сохранить то, что я делал. Ну, то есть, дальше рассуждения повторяются. То есть, вот ничего менять не надо. У нас есть ключевая выкладка, делаем все то же самое. Суммируем, и там, сказать, все, что полагается. Получаем аналогичный результат. С той лишь разницей, что вместо квадрата у нас будет вот это вот стоять. Но можно показать, что вот это вот прокс, вот эти проксы для любой нормы можно выбирать обычно вот так, что оно зажато. То есть, на самом деле, от настоящего расстояния оно отличается, как правило, не больше, чем на логарифмический фактор. Вот. Ну, и если вводить точность желаемого, собственно, вот из этого соотношения связывать n и ε, то шаг можно выразить через ε. Вот. И тогда у нас вот будет вот такая, например, оценка, что f от xn минус f со звездой. Ну, корень из 2 тут возник. Вот. И сама последовательность будет ограничена. То есть, то, что мы, ну, как бы использовали неярно, мы говорили, что все константы, они определяются вот именно шариком этого радиуса. Ну, так вот откуда это возникло. Это просто сопутствующий результат сходимости. Ну, и шаг можно выражать по-другому, не как вот так, да? А просто подставить сюда n, вот отсюда, да? Вот возьмем n отсюда и подставим вот сюда. Ну, и получится выражение шага через ε. Что бывает удобно? Это просто здесь записано в таком варианте. Давайте рассмотрим два примера. Первый пример это когда у нас артант. Вот у нас неотрицательный артант. Мы выбираем евкоидовую структуру, норму евкоидовую. Согласно этой норме определяем один сильно выпуклую функцию прокс, который, ну, такое правило, что мы, определив норму, должны брать функцию один сильно выпуклую в этой норме. Вот эта функция будет один сильно выпуклая в этой норме. Выбираем шаг, Берем точку старта произвольную из внутренности этого артанта И берем, запускаем этот процесс, который я выше описал Вот в таком абстрактном виде Но в данном случае он будет иметь очень простой вид Вот такой вид он будет иметь То есть это действительно такая проекция градиента Вот то, что я говорил Вот он проектируется, если не входит в это множество То есть это нам известно и без всякой науки То есть это классический метод проекции градиента Но вот если у вас симплекс, вот как данная задача, один Если у вас симплекс То оказывается хорошо выбирать один норм Почему хорошо? Потому что размер симплекса в этих нормах 1, 2 и так далее Он одинаков А вот константа липшица, она самая лучшая, если здесь бесконечность будет Потому что это самая маленькая норма вектора И вот мы, используя структуру симплекса, что это такое Ну очень такое неравномерное симметричное множество Такое угловатое То в этом смысле его размер, он во всех нормах приблизительно одинаков А вот его сама норма 1, она обладает такой особенностью, что сопряженная к ней Она самая такая экономная То есть бесконечная норма сопряженная к 1 вектора F градиента Это наименьшее, что можно получить Поэтому в классе всех норм это самый лучший выбор Потому что симплекс, ну потому что симплекс Мы берем, так сказать, одинаковый его размер, но в оценку скорость исходимости Где-то у нас Вот, ходит M и R R считается как размер множества А M константа липшица Такая, в зависимости от того, какую мы норму выбираем в прямом пространстве В такой норме считается M А в сопряженной считается M И вот тут игра на том, что как раз это оказывается оптимальный выбор То есть, что 1 норма, она действительно порождает оптимальную константу А прокс-функция, сильную выпуклую, она выбирается обычной энтропией И вот, ну вот, все, что я до этого говорил, здесь будут вот так выглядеть И можно явно сделать шаг итерации То есть, тот метод, который я описывал Если в нем оптимально под структуру множества, под симплекс Выбирать, выбирать вот эти вот проксы То получится вот такой интересный результат Что будет экспоненциальное взвешивание Вот именно это экспоненциальное взвешивание у нас и будет возникать в этих задачах То есть, оно будет возникать как реакция на наличие симплекса Наличие какой-то стратегии поведения Что мы что-то одно выбираем или как-то распределяем чего-то И вот, вот этот алгоритм, он называется, ну, такой, как бы Зеркальный спуск с энтропийной прокс-функцией Вот, и он дает вот такую оценку Потому что R, прокс, размер области Вот, то есть, согласно такой функции посчитанной Будет логарифм N И вот мы получаем вот такой результат Именно этот результат и даст нам все, что мы хотим Вот в этих двух задачах Ну, с некоторыми накрутками, конечно Вот, и эти накрутки заключаются в том, что Что, к сожалению, к сожалению У нас, в общем случае, надо стахастически, ну, как бы, задачи решать То есть, оказывается, что, несмотря на антитерминированную постановку этой задачи Вот тут выгодно привносить случайность самому Потому что, потому что случайность привнесенная самому Это способ обмануть сопротивляющегося оракула То есть, это способ, когда нам, вот, кто-то в классе функции, которую мы выбрали Он нам враждебно эту функцию подбирает Вот, под любой метод, он, вот, под наш алгоритм Он нам специально под этот алгоритм Враждебным образом подбирает функцию А мы можем его обмануть То есть, если мы сами не знаем, что мы хотим То откуда нам, как-то нам можно испортить жизнь Если мы сами не знаем, что нам, так сказать, надо Вот в этом идея То есть, значит, надо как-то привнести в свои действия сумбур Некоторые, вот И, ну, раз этот сумбур привнесен Значит, надо все-таки в других категориях описывать Не в детерминированных Естественный категорный язык вероятности Вот я сейчас попробую перенести то, что сказанное На стокастический случай Значит, давайте для простоты считать, что хи и т Это ай-ай-ди, то есть, это независимо, одинаково распределенные случайные величины Вот это свойство, это свойство субгауссовести Давайте считать, что тут никакой условности нету Просто хвостики, хвосты распределения хи от т Это е в степени минус х в квадрате Или еще круче, еще быстрее убывают Это вот так вот, вот что здесь написано Что хи от т, это такие случайные величины От хвосты которых убывают очень быстро на бесконечности Тогда ЦПТ нам не нужно Это не асимптотический результат Тогда есть такие два асимптотические Не асимптотические результаты Называются они неравенства азума хевдинга А в общем случае, когда это мартингалразности Ну, так это хевдинг А когда мартингалразность, это азума хевдинг Именно эти неравенства Нам оказываются очень полезны Для вероятностных оценок Вот этих вот процедур Значит, по сути здесь сидит ЦПТ То есть сумма, взвешенная сумма случайных величин Считайте, что тут единички Гамма Т это единички Тогда это отклонение корень из Н И вот тут как раз вероятность отклонения То есть это типично для... Ну, это ЦПТ Разделите на корень из Н вот эту штуку Ну, это матожидание 0 здесь, да Матожидание у них 0 Вот вы получите такой вариант ЦПТ не асимптотический То есть это хвостики нормальной распределенной случайной величины А это вот отклонение А это более хитрый результат Тут есть режим переключения Здесь суммирование не нормальные случайные величины А их квадраты А это уже экспоненциальные случайные величины И у них концентрация будет хитрее Вот здесь написано, какая она Но у меня нет времени на то, чтобы пояснять режим переключения Это, в общем, тонкий момент Ну, не очень, но, в общем, на это нет времени То есть поверьте, что можно написать некое неравенство Оно еще интереснее, на мой взгляд Случаи, когда тяжелые хвосты То есть... Я, кстати, Настя, проверил Вроде все правильно Извините Значит, рассматриваем вот эти независимые, одинаковые случайные величины Считаем, что они центрированы То есть мы от ожидания 0 Считаем, что дисперсии их не ограничены И будем считать, что хвостики у них степенные С показателем степени больше 2 Иначе дисперсия не существует И вот оказывается, что имеет место такой результат Что это число слагаемых достаточно большое То вот эта сумма случайных величин, она имеет вот такой вид Где вот это вот гауссовский интеграл То есть фактически можно так переформулировать Что если вы смотрите на сумму случайных величин И вас интересуют не очень большие отклонения Не очень большие отклонения То вы можете смело пользоваться центральной предельной теоремой Теорией вероятности Вот этот режим называется ЦПТ Но если вы хотите большие отклонения Большие это фактически корень зен и логарифмическая поправка То есть на самом деле это не такие уж и большие То вам надо пользоваться уже другим Другой закон будет И вот все это несложно получить вот из этой формулы Если вот такое заметить Что вот эта единица минус эта функция Это вот зажато может быть между вот такими функциями Ну это обобщаемо на... Ну на самом деле строго я не знаю где это посмотреть Где это обобщаемо Ну это обобщаемо Вот значит А теперь давайте сделаем следующее А давайте сделаем стахастический вариант этого метода Который мы только что рассказывали То есть давайте считать Что нам дают Нам дают не градиент А такой вектор Мат ожидания которого равняется градиенту Давайте считать что это градиент Не субградиент, а градиент Его вот в таком смысле мат ожидания ограничено То есть m в квадрате И m теперь будет возникать по-другому Вот оно будет вот так возникать Но тоже похожим образом И давайте запишем метод Ну ровно так как он был записан Так вот ключевое свойство На которое я обращал внимание Оно заключается в том Что неважно какой вектор вы сюда подставите Подставьте вектор из одних единичек Просто абсолютно любой вектор Вы сюда подставляете Тогда это верно При условии что здесь будут стоять векторы из одних единичек То есть это общее свойство Оно никак не привязано к тому Какой вектор вы сюда ставите Это свойство оператора МИР МИР Оператора зеркального спуска Это очень важно Это нам пригодится вот в онлайн контексте Но и сейчас мы уже этим пользуемся То есть у нас вроде как сток постановка стокастическая И мы не можем получить градиент по каким-то причинам А мы получаем сток градиент То есть вектор Комат ожидания которого равняется градиенту И вот с таким вектором можно получить похожее соотношение Другое дело, что дальше надо что-то менять Потому что уже, так сказать, рассуждения одинаковым образом не проводятся здесь Но они проводятся очень похожи А именно Давайте соберем Соберем в правой части Вот это и вот это Это просто тавтологично написано То есть вот смотрите Если xk здесь минус x и вот это Вы посмотрите Здесь посмотрите Это одно и то же Значит по сути я могу переписать вот это неравенство Как неравенство, что вот этот вектор Стоящий вот в этой части Ну мне еще не поравняется с того, что здесь написано То есть это совершенно аналогично, вот это неравенство, совершенно аналогично тому, что было раньше. Просто я искусственно размес слагаемые, вел детерминированную часть, а на самом деле у меня стахастическая часть есть только. То есть у меня была только вот эта часть. И я два раза со знаком плюс и минус добавил к ней детерминированную часть. То есть я вот эту вот штуку к ней добавил без кси и вычел без кси. И правильно отранжировал. Вот перенес, вот что получилось. А дальше я опять пользуюсь выпуклостью и соответственно пользуюсь ограниченностью здесь вот этого m, что это меньше чем m в квадрате. Ну и суммирую всю эту штуку, только надо это хитро делать. Надо сначала брать условные матожидания по вот этой замороженной истории, чтобы обнулить вот эту штуку. Эта штука обнуляется, когда берется такое условное матожидание. Потом беру полное матожидание и суммирую. И в результате, когда я беру полное матожидание и суммирую, у меня снова сокращаются вот эти слагаемые и возникает вот точно такая же конструкция. Абсолютно такая же, то есть точно сюда же до константа. Просто разница в том, что я к ней пришел более сложным образом. Мне пришлось брать два раза матожидание, один раз условное, второй раз полное. Эта формула полного матожидания, она выглядит вот так, что если я хочу посчитать матожидание случайной величины у, то я могу ее посчитать в два этапа. Сначала посчитать условное матожидание, это будет случайная величина. Она как-то некоторая функция от икса. И вот потом взять еще матожидание вот от этой случайной величины. Значит, аналогия здесь такая. Математическое ожидание, это и есть проекция. Случайная величина, это и есть вектор, y. Значит, пространство всевозможных баррельевских функций от x, вот это пространство. Ну, потому что в гиперпространстве квадратично интегрированных случайных величин, мы можем вот как бы вести такую интерпретацию случайной величины как вектора. Вот это пространство всевозможных параллельских функций от х, но измеримых. Значит, функция однаждесно равна единице, она тоже будет элементом этого пространства. Значит, имеет место такой простой геометрический факт. Скалярное произведение вектора у соединиться с вектором 1, вот из этой, как бы сказать, гиперплоскости, совпадает со скалярным произведением проекции этого вектора с этим же самым вектором. То есть я беру у и беру проекцию, а проекцию я по определению называю условным отожиданием у на х. И вот я хочу сказать, что какой бы я этот вектор ни взял, у меня всегда так, потому что я разлагаю вот этот вот вектор на проекцию, ортогональную часть, что скалярное произведение, в данном случае единички, с проекцией равняется скалярному произведению с у. Но что такое скалярное произведение с у? Скалярное произведение с у по определению, что такое скалярное произведение? Это есть мат-ожидание буквального произведения этих случайных величин. Значит, это просто есть мат-ожидание. Что такое есть скалярное произведение? Единица на условное мат-ожидание. Вот эта проекция, я так обозначу, это, в свою очередь, случайная величина. Но это есть там, ровно то, что здесь написано. Это есть Е на единица, умножить на Е, Y на Е. Вот это и получается соотношение. Нет, лично так не рассказывать, потому что это ограничительный рассказ. Он требует квадратичной интегрированности случайных величин. Но так намного нагляднее понять, вообще откуда это свойство произведено, как свойство условного мат-ожидания. Ну ладно, это я немножко отвёкся. Значит, я просто хотел сказать, что здесь мы имеем аналогичное соотношение. Как следствие, приходим к аналогичному ответу. То есть мы получаем, что сделав вот такое количество итераций, но правда в среднем, мы обеспечим вот это свойство. Теперь давайте подумаем. А ведь нам интересны большие отклонения, на самом деле. И вот эти большие отклонения, они как получаются? Например, вот предположим, что мы можем опросить значение функции, просто параллельно пустить... Лен, вы можете, да, занести, это не страшно. Параллельно запустить несколько процессов и опросить голосованием, если у нас такая возможность есть, то есть если у нас есть доступ к оракулу, который выдает значение функции. Вот почему-то градиент он нам дать не может, а вот значение функции может, предположим. Тогда мы что делаем? Мы говорим, что есть неравенство Маркова, которое обеспечивает следующее. Мы берём здесь, вот из этого неравенства, мы берём 2 епсила, тогда можно вот это написать. И тогда мы имеем 1 вторая. Почему? Потому что это меньше епсила. Ну то есть мы знаем, что это меньше епсила, а мы здесь берём 2 епсила. Вот мы получаем 1 вторая. Значит, с вероятностью 1 вторая каждый из параллельных процессов нам решает задачу с точностью епсила. То есть мы находим настоящее решение задачи с точностью 2 епсила. То есть с точностью 2 епсила, ну в другую сторону инвертируйте, что здесь написано. То есть f от х минус епсила меньше не поравняется 2 епсила. С вероятностью этого больше 1 вторая. Значит, с вероятностью не меньше 1 вторая, с точностью 2 епсила мы решаем задачу. А давайте теперь голосование организуем вот среди тех, кто решал эту задачу параллельно. Это голосование позволяет нам запустить вот столько процессоров параллельно. И опрашивая каждого, что у вас там получилось, взять самый маленький, выдачу самую маленькую, и быть уверенным, что вот это вот минимальный из иксов, он обеспечивает нам вот такое свойство. То есть что минимальный из иксов просто будет вот это давать. То есть f от х мин минус f со звездой 2 епсила меньше чем сигма. То есть это способ борьбы, значит, с большими отклонениями в случае, когда нам доступен оракул, выдающий значение функции, что нетривиально, кстати. Потому что 100 градиент мы получаем, а тут вдруг обращаемся за функцией. Но тем не менее, обратите на это внимание, это часто очень полезный прием. Но если вдруг, если вдруг нам оракул не выдает значение функции, то тогда возникает более хитрая ситуация, потому что тогда надо делать дополнительные предположения относительно хвостов распределения субградиента, который нам выдается. И вот если мы какие-то предположения делаем, в частности, это очень сильное предположение, что просто равномерно ограниченный. Он случайный, но ограниченный. Тогда имеет место вот такая оценка. Я не буду сейчас говорить об неограниченных областях. Считайте, что здесь просто тоже стоит r. Это уже детали. Это детали, возникающие, когда у нас неограниченная область. Пускай у нас ограниченная область, поэтому здесь просто то же самое r, что и здесь. Вот это субгауссовская концентрация. То есть это можно написать так, что случайная величина f от xn минус f со звездой, значит, после... Я могу так это уже ровно записать. Если вы сделаете количество итераций m в квадрате r в квадрате на m в квадрате, то, грубо говоря, случайная величина f от xn минус f со звездой, то есть это xn то, что метод выдает, это случайная величина, имеющая распределение ε в ε. Вот я это переписал просто по-другому, чтобы вы почувствовали некоторую физику происходящего. То есть речь вот о чем, что если я сделал ровно сколько шагов, тут ε в квадрате, то вот что будет у меня в качестве выдачи. То есть выдача будет смещена на ε, у неё ещё среднеквадратичное отклонение будет тоже, ну тут ε в квадрате. Вот. Да. У неё среднеквадратичное отклонение будет тоже ε. То есть мат ожиданий среднеквадратичное отклонение, они одного порядка оказываются. Вот. Теперь, значит, что будет, если я предполагаю более... Ну вот, если, соответственно, сделать чуть больше итераций, то есть вот mf в квадрате логарифт 7 минус 1, то я могу уже просто сказать, что у меня f от xn и минус f со звездой меньше, чем ε. То есть вот если я сделаю вот так, то поскольку есть вот такой результат, вот я отсюда это выложу, то есть я знаю, что это нормальная случайная величина, но вот я могу показать дополнительно, что если я сделаю чуть побольше итераций, я гарантирую, что это просто меньше, чем ε. Ну потому что я могу смажорировать вот эту величину. Значит, а вот что будет, если у нас субгауссов схема? То есть субгауссовские хвосты не равномерно ограниченные, а субгауссовские. Так то же самое будет на самом деле. То есть разницы не будет, режим переключения будет возникать тогда, когда ексен станет больше мр, а это совершенно неосмысленный режим. Это когда вы хотите точность какую-то настолько грубую, что это никому не интересно. А вот когда вы берете тяжелые хвосты, зеркальный спуск будет работать вот таким образом, как здесь написано. И обратите внимание, что здесь есть режим переключения. Вот это, так сказать, режим маленьких отклонений, сигма небольшое, но когда сигма становится большой, максимум будет достигаться вот на этом слагаемом, на этом аргументе. И это означает, что у вас будет ситуация, ну, как бы тяжелых хвостов, то другая будет зависимость от ексена, от сигма. Вот. Это просто для справки я сейчас привел. Вот. Ну, все это обобщаемо на сильно выпуклые случаи. А теперь первое. Ну, я упомянул две задачи, на самом деле я три хотел рассказать. И вот я сейчас, значит, расскажу вам задачу Нестерова, уже такую свежую, которую он поставил в высшей школе экономики в апреле 16-го года. Задача формулировалась, грубо говоря, так. Что лучше, прожить тысячи лет или прожить десять раз по сто лет? О чем идет речь? Речь идет о вот таком желании распараллить вычисления. Я только что рассказывал вам про некоторую процедуру, которая, ну, вот как бы, она, ну, стокастические градиенты получают, как-то сходятся. Но в чем проблема? Что, вообще говоря, у нас как бы надо дополнительно в детерминированной части еще какое-то количество тактов прожить, чтобы гарантировать, что это верно с вероятностью единицы минус сигма. И вот давайте считать, что у нас есть, ну, как бы, люди, которые живут, обучаясь, получая, ну, некоторую обратную связь в виде 100 градиентов. И вот они решают одну и ту же задачу. Они просто не имеют доступ к этой функции. То есть, если бы я мог, если бы человек прожил n тактов, и вот он нашел бы какую-то точку f от x, n, n, f с звездой, меньше е, и я бы мог их сравнить, как я раньше делал. То есть я первым человеком нашел x первый, там, не знаю, как там индекс ставить, x, n, 1, x, n, 2. Вот я эти точки получил с людей, опрашиваю их, да? x, n, k. Вот. И дальше бы я взял такое количество людей, k, пропорционально логарифму 2, сигма минус 1, что мог бы сделать следующую конструкцию. Каждый человек прожил у меня вот столько тактов. Значит, m в квадрате, r в квадрате, ε в квадрате. Стало быть, каждый бы человек, каждый бы человек решил свою задачу вот с такой точностью. Ну то есть, он бы гарантировал вот это, потому что он 100 градиентов получает. Вот. Ну или иначе говоря, вот это бы он гарантировал. А я бы хотел, чтобы у меня такое случилось. Чтобы вот это стало. С вероятностью единицы минус сигма. То есть, это разные вещи. Вот это и нить. И вот это. Я сейчас имею для каждого человека вот это. Для каждого человека из этих вот, которые независимо параллельно жили. А теперь я говорю, что если у меня, допустим, есть возможность это считать, то я организую голосование и беру самый чек, у которого f от x самая маленькая. И я гарантированно, если k у меня логарифм 2 сигма минус 1, я гарантированно вот из этого получаю вот это. Вот. А теперь у меня нет доступа к этой f от x. Почему? Потому что это реально какая-то функция, как правильно жить. И нам никто не выдает. Мы просто получаем 100 градиентов. 100 градиентов каждый день как-то живя, в зависимости от того, что мы выбрали в своей стратегии, мы получаем обратную связь, зашумленную. Но мы не можем сравнить себя. Мы можем голосованием опросить своих соседей, своих коллег, сказать, а ты как живешь, а ты как живешь. И вот идея в том, что, оказывается, если взять среднеаритметическое этих штук, то ответ будет тот же самый по эффекту. То есть, при условии субгаусовости хвостов у этого субградиента, то есть, при условии, что мы субградиент имеем не с очень тяжелыми хвостами, мы фактически можем и не пользоваться обращением к оракулу за значением функции. А в нашем случае мы и не можем. Мы можем взять, просуммировать ответы всех коллег, которые вот, ну, эксперты, и сформировать среднеаритметическое, и оказывается, что этот вектор по качеству будет практически аналогичен вектору, который соответствует одному мудрецу. А один мудрец проживет вот столько. Н в квадрате, n в квадрате и ε в квадрате на логарифм субга минус 1. Вот столько проживет один мудрец. Ну, то есть, хотите, он проживет там вот столько жизни. А аналог его является распараллелить этот процесс. И они проживут каждый, ну, столько раз меньше. Но при этом они параллельно проживут. Мы это можем распараллелить. Вот они проживут, мы их сагрегируем. Сагрегируем в виде среднего, арифметического. Я, пожалуй, следующий слайд включу, чтобы тут рассуждения параллельно могли смотреть. И получится, что это одно и то же. Но в этом случае это никак не параллелится, он должен прожить эту жизнь. Этот мудрец живет жизнь. И оно понятно. Когда 500-летний мудрец получает новую информацию, он уже лучше понимает, как жить. И казалось бы, казалось бы, что это не одно и то же. То есть, каждый раз рождаться, ну, так сказать, ничего не зная, обучаться и прожить очень долго уже с позиции прожитых лет как-то много чего резюмировать. Это, кажется, в общем, разные вещи. Но разница здесь оказывается только в мультипликативной константе. То есть, их отличает не формула, а их отличает констант. Тут она, скажем, 3, а там 5. То есть, я хочу сказать, что да, конечно, лучше прожить вот так. Это будет быстрее. Но разница эта, она шкалируема в том смысле, что если мы все параметры меняем, вот эти пропорции, они сохраняются. То есть, ну, в общем, источность у того больших это одинаковый ответ. С точностью до мультипликативной универсальной константы. Которая не зависит ни от каких параметров. Я еще раз хочу это объяснить. Это не очень тривиально. Это был вопрос, который, так сказать, был поставлен таким образом. А вот что лучше, действительно, вот запустить в параллель несколько, ну, то есть, реально вы решаете задачу оптимизации. Ну, столько оптимизации. Вот вы ее можете распараллить, оказывается, вот на таком количестве процессоров. Просто вот ровно на таком, какие большие отклонения вы хотите. И по оценкам получается, что это небольшая оплата за это. То есть, вы прогоните это все долго и один раз. Либо параллельно и вот столько. Ответ получается по качеству более-менее одинаковый. Как это можно получить? Здесь, к сожалению, тоже опечатки. Здесь ε в квадрате. Значит, получается это следующим образом. Вот помните, я говорил, что один эксперт, то есть, один эксперт, который живет вот столько лет. Вот столько лет. Все, что он гарантирует себе, это вот это. Тут ε в квадрате. Вот это он гарантирует. Дальше мы что делаем? Мы пользуемся свойством нормального распределения. Свойство вот такое. n 0 ε плюс n 0 ε равняется n 0 2 ε. Теперь пользуемся вот таким свойством. λ n 0 ε равняется n 0 λ в квадрате ε. Вот если λ возьмем 1 на n, а тут по индукции возьмем число слагаемых только не на k, а тут возьмем число слагаемых столько, сколько там, вот мы получим это соотношение. То есть, мы получаем, что вот это очевидно как бы из этих свойств, а вот это выпуклость функции. Вот это выпуклость функции. Таким образом, действительно, я могу написать, что f от x с чертой k и x с чертой k усредняет то, что я сейчас говорил. То есть, это вот усредняет ответы экспертов. И это вот будет меньше чем y с вероятностью вот такой. Это можно показать из свойства нормального распределения. Но потому как мы выбирали k, это будет 1 минус σ. Но только тут надо выбирать k как логарифм натуральный. Логарифм натуральный, σ минус 1. Вот это и есть как бы доказательство, если так можно сказать. Тут есть нюанс. Вот это не точное соотношение. Это хвостовая оценка. То есть, это не есть нормальная случайная величина. Это я так написал, чтобы ну совсем на пальцах объяснить доказательство. На самом деле это субгауссовская величина. Но для них эти свойства как неравенство тоже выполняются. Теперь, а зачем я все это рассказывал? Вот эти тяжелые хвосты, вот эти вот вообще к чему все это было? Оказывается, что ведь это сохраняется результат из случаев, когда вы не очень большое отклонение хотите и с тяжелыми хвостами. Вы просто смотрите, у вас же здесь режим есть, когда вот этот доминирует вот это. Это значит, что сигма не очень маленькая. То есть, если вы не претендуете, а тут вообще практически сразу. То есть, выход на альтернативу, он неразумен. То есть, когда у вас хвосты субгауссовские, вообще все хорошо. Когда степены, есть режим переключения. Но в любом случае, так называемом режиме ЦПТ, вот этот результат сохраняется. То есть, результат о том, что это одно и то же. Ну, одно и то же, то есть, результат о том, как параллелить, по сути, стокастические процедуры. А это очень много, где сейчас используются всякие рандомизированные методы. Потому что случайность вы можете сами привносить. Это не обязательно, что вам дают стокастический градиент. Вам дают нормальный градиент. Типичная ситуация, я поясню, зачем это делается. Вам дают квадратичную функцию. Давайте я дощелкну. Я сейчас тут покажу, это все есть. Значит, вот типичный пример, почему это бывает нужно. Давайте рассмотрим задачу квадратичной оптимизации. Вот у вас функция квадратичная. Вы можете считать ее градиент. Какие проблемы? Вы умножаете матрицу А на Х, и вы будете считать настоящий градиент. Но, более того, конкретно для данных, которые здесь даны, матрица положительно определена, все элементы ограничены, минимизируемые на симплексе. Вы можете использовать оптимальный метод для такой задачи, который учитывает ее гладкость. И получите такое количество арифметических операций. Вот это число итерации, а это стоимость итерации. То есть итерация стоит умножить матрицу на вектор А умножить на Х. Это n в квадрате арифметических операций. А это число шагов. Это вот такие число шагов для метода учитывающего гладкость. А теперь я говорю, что давайте сделаем следующее. Будем действовать хитрее. Будем вычислять градиент не настоящий, а 100 градиент. Я буду генерировать случайную величину согласно вектору Х, находясь на текущем шаге. А Х это вектор из симплекса. Сумма компонент единицы, они не отрицательны. Значит, это можно интерпретировать как распределение вероятности. Вот я генерирую столбец из этого категориального распределения. Вытаскиваю столбец, я могу это сделать за большой от n. И именно этот столбец я использую как 100 градиент. То есть мат ожидания этого вектора равняется А умножить на Х. А умножить на Х это градиент этой функции. Что я тогда приобретаю? Я приобретаю, что стоимость итерации будет не n в квадрате, а n. Вот в чем идея. То есть я не буду умножить матрицу на вектор честно. Это n в квадрате. А n 10 десятый. Ну, такие предложения есть у нас. Вот. А я буду делать это за большой от n вот так вот. Какая за это плата? Плата за это увеличение числа итераций. Потому что я стал вводить уже какую-то рандомизированную процедуру. И выиграл я в том, что стали дешевые итерации, но итераций стало больше. И вот дальше надо уже сравнивать эти оценки. Если очень большое, а точность вы хотите не очень маленькую, не очень высокую, то тогда смысленно делать так, как я сейчас сказал, рандомизацию. Это просто пример, чтобы вы не думали, что это какая-то наука, подточенная под какие-то специальные задачи, где там искусственно дают какие-то 100 градиентов. Пожалуйста, совершенно детерминированная задача, однако мы ее решаем вот таким вот образом. Вот этот сюжет, который я сейчас рассказал, он и есть на самом деле главный сюжет, который определяет метод. То есть все это было как подготовлением для того, чтобы решить несколько важных задач. Давайте я дощелкиваю до самого метода еще раз. Вот этот метод, вот он, вот. Вот этот метод мы сейчас и будем использовать. И будем использовать его именно в таком контексте, как сейчас покажу. То есть стокастический вариант, но вот с такими профструктурами. То есть конкретно именно с симплексом, с энтропией и шаги явно делаются. То есть просто разница в том, что мы теперь будем подставлять не сток, не градиент, а 100 градиентов. То есть здесь будет стоять какой-то вектор, вообще говоря, вот другой. Вот запомнили сейчас вот этот пример. Он для нас действительно важен, потому что связан с множеством, которое, естественно, возникает в модели человеческого поведения. Симплекс. И запомнили общую конструкцию, которая приводит к этому. Это вот конструкция, так сказать, стокастический зеркальный спуск. И теперь я начинаю решать, в общем-то, задачи, которые мне положено было решить с самого начала. Начнем мы с задачи, наверное, которая не онлайн. То есть онлайн я пока не буду водить. А начнем с задачи вот этот оракул, который выдает значение функции. Выдает значение функции. Вот давайте я сейчас вам прямо вот в этом слайде покажу, что надо подставлять, чтобы получился интересный результат. Значит, я, разумеется, напишу некоторые формулы, которые так сразу не очевидны, но потом буду стараться их пояснить, откуда они вырезаны. Вот эти формулы. Значит, давайте считать, что у нас оракул по каким-то... Вот у нас есть, я еще раз напомню задачу. Вот у нас есть f от x, который мы хотим минимизировать. Давайте считать, что мы имеем более тяжелую постановку. У нас вот такой функционал, который мы хотим минимизировать на симплексе. Вот это мы хотим делать. Но проблема в том, что нам оракул выдает только f от x к си. Вот только этого нам нужно выдавать. Мы ему говорим точку, а он нам говорит, чему равняется реализация функции в этой точке. Это вообще ни о чем, можно так сказать. То есть он не то, что нам не выдает то значение функции в точке. Он нам вообще каким-то шумом ее еще и зашумляет. Непонятно вообще, что это такое. Но на шаге k это k. Ксикаты они одинаково будут распределены все. Ну вот из распределения соответствующего кси. То есть они все одинаково распределены. Ну и независимы. Вот. Давайте сформируем такую конструкцию. Я веду искусственно такой вектор, который я буду называть 100 градиентов. Конечно, это не совсем 100 градиентов. Значит, я вожу это дело вот. То есть я получаю точку. Но это не настоящий градиент. Это как бы я так его называю. xk. xk это, грубо говоря, то, что я хочу вот туда подставить. Я волну написал, но давайте d его назову. Но только я его с волной назову, потому что он все-таки не совсем настоящий. Это настоящего... К сожалению, я не могу считать. Я не могу производную считать по одной точке. Но я только это получаю. А я хочу какой-то градиент считать. Ну давайте я сделаю следующее. Я возьму... n это размерность пространства. То есть я решаю... Видите, тут n в этой размерности. Я беру вот эту функцию. f от xk в точке k, которая мне интересна. И, соответственно, плюс μ e. e это вектор, случайно выбирающийся... Давайте ек назову. Он равномерно распределен на евклидовой сфере. n, 2, n, радиус 1. То есть это случайный вектор, который равномерно распределен на евклидовой сфере. Вот. Радиус 1. И вот здесь стоит xk. Вот такой вот вектор. И здесь еще умножить на ek. Вот. Вот такой вектор. Значит, здесь есть неопределенность. Что такое μ? μ я хочу выбрать вот так. μ я выбираю ε делить на 2m2. И что такое m2? m2 это такой вектор, это такое число, которое ограничивает вот эту штуку в 2 норме. Ну, давайте считать вот так. В квадрате меньше или равняется m2 в квадрате. Ну, то есть я предполагаю, что у меня настоящий градиент, я не знаю его, я не умею его считать. Но я считаю, что он ограничен. Квадрат 100 градиентов ограничен m2. Вот это m2, допустим, я знаю, мне его сообщают. Вот это μ, это не m2, это μ. Вот. Это тоже μ. Вот μ я выбираю вот таким образом. Значит, оказывается, что если я просто возьму да подставлю вот этот вектор, вот этот вектор, вот туда, вот в эту процедуру, разумеется, в эту процедуру, ну, соответственно, вот с такими прокс-функциями. То есть вот, вот, короче говоря, я подставлю этот вектор, вот этот вектор, вот сюда я и подставлю его, вот туда подставлю. Вот. Ну и должным образом, так сказать, перепишу, что такое m. Вот это m, которое тут стоит, мне надо это m будет переопределить, иначе это будет некорректно. Вот это m в этом методе, оно будет равняться m2, равняется 4n, логарифм n, значит, b в квадрате, да, b, сейчас я скажу, что такое. И, соответственно, m в квадрате. b, b, это число, которое ограничивает вот это по модуле. То есть для всех, ну, то есть везде это меньше, чем b. Вот это b ограничивает вот это вот значение, которое мы получали. И, разумеется, тут еще надо говорить, потому что мы можем выйти за пределы симплекса, что все, что я сейчас говорю, задано в некоторой мю окрестности симплекса. То есть мы берем мю окрестность симплекса и считаем, что там все эти свойства выполняются. То есть это свойство и вот это свойство, это в мю окрестности симплекса, не только на самом симплексе. Так вот, если я возьму, подставлю вот все, что я сейчас сказал, вот сюда, просто вот по шаблону, я получу такую оценку, что число итераций будет равняться, значит, b в квадрате, ну, большое, о большое, b в квадрате, значит, m2 в квадрате, m2, которым неизвестно, n логарифм в квадрате n на x4. Вот обратите внимание, что это просто совершенно дежурным образом можно такого типа различные оценки получать, используя одну всего лишь навсего идею. То есть идея заключается в том, что надо находить аналоги градиента, проверять, какие у них свойства с точки зрения вот, ну вот так сказать, ну с точки зрения настоящих констант. То есть не вот таких, что мы не умеем считать, а вот мы берем вектор, который является аналогом с того градиента. То есть его мат ожидания очень близко, мю близко к настоящему градиенту. Это можно показать. То есть я не умею вычислять градиент, но, обратите внимание, я могу вычислить вот эту штуку. А эта штука, эта штука, с точки зрения мат ожидания, она тоже самая, что вот такая штука. Я тут скобочку беру и пишу здесь f от xk на xk. Вот эту штуку, вот, уже она вам должна напоминать 100 градиента. То есть она напоминает как конечная разность. То есть я беру кифер-вайфовец как процедура, беру разность двух функций в ближайших точках и мю. Но нюанс в том, что когда я беру мат ожидания от этой штуки, мат ожидания почему? Мат ожидания по e, по e мат ожидания, не по xk, то я вот эту штуку обнуляю. У меня вектор равномерно распределен на евклидовой сфере. А по xk у меня заморожено. Поэтому, когда я умножаю число на вектор, равномерно распределенный по сфере, у меня будет 0 мат ожидания. Поэтому, с точки зрения мат ожидания, этот вектор, который я написал, который вам напоминает градиент, он, с точки зрения мат ожидания, то же самое, что вот этот вектор. Вот отсюда идея. То есть вы можете, как бы сказать, посмотреть на то, что я сейчас сказал, в смысле несмещенности, вот ровно как вот добавив сюда искусственное слагаемое. Его нету. Его нету, к сожалению, потому что это сказывается на дисперсию. Но если мы будем брать мат ожидания от этого выражения и от выражения с этим слагаемым, они будут одинаковы. А уже выражение с этим слагаемым, оно напоминает нам настоящий градиент. Если мы очень маленькое, ну вот оно как бы и получается, что это в точности будет, так сказать, градиент, производный по направлению вот этого е. То есть скалярное произведение, если это будет стремиться к скалярному произведению вот этого градиента на е. Но проблема в том, что ню будет входить в знаменатель. Enane вот оно вот в такой записи, вот когда тут... То есть вот, как я написал изначально, так и надо писать, потому что у нас только одна точка... И у него будет входить в знаменатель. И брать его очень маленьким смысла нет, и его надо брать оптимально. А именно вот так как я сказал. То есть по идее достаточно было так написать, но вот из-за того, что оно в знаменателье, его надо брать так. И в итоге, можно показать, что оценка оптимальна про то, как входит n. Если вы хотите, чтобы ε лучше входило, то это можно сделать. Но вы Anybody Kn, то есть в каком-то смысле оптимальный оценок. И вот обратите внимание, что для того, чтобы это получить, вы, вообще говоря, решаете задачу, ну, как бы, детерминированную, решаете ее, так сказать, методом, который действительно связан с той структурой, с синтексом, на котором мы вот, ну, как бы, живем, и мы восстанавливаем, ну, как бы, 100 градиент по его аналогу, то есть вот по такому вектору, который, мат ожидания которого, мат ожидания которого близко к настоящему градиенту, почему близко я пытался пояснить, можно больше сказать, можно больше сказать, что если бы я здесь имел доступ к оракулу, который бы мне выдавал значение функции в двух точках, то есть предположим теперь, что вот эта задача у нас видоизменилась, я живу с кем-то, кто одновременно живет в тех же условиях случайности, что и я, я прожил жизнь с xk плюс 1, не жизнь, а день с xk плюс 1, а он, она лучше, так как-то интереснее, соответственно, с xk, вот, и, соответственно, я могу составить, мы можем составить вот такую конструкцию, xk, уже вот видите, это то, что я дописывал, но теперь уже я могу честно это писать, то есть разница в том, что с точки зрения мат ожиданий, это будет один и тот же вектор, ну, то есть мат ожидания этого и этого, это одно и то же, но реально это уже другое, выдача, то есть реально это уже другой объект, с которым я работаю, который я туда подставляю, это другой объект, и в чем разница? Разница в том, что у него M станет другим Вот M такой штуки Ну а M что такое M? M это вы берете, вот это M, это что такое? Это квадрат бесконечной нормы этого вектора То есть вы берете от ожидания квадрата не вот этого вектора Это вектор дает вам M2 А вам надо настоящего столбиклиента Вы берете этот вектор, берете его бесконечную норму, берете квадрат и считаете ее Вот что такое M в квадрате То есть, еще раз, вот m2 в квадрате, это вот это, то, что нам неведомо, с чем мы не можем работать. А мы работаем вот с такими аппроксимациями, и мы можем посчитать его норму, бесконечную норму. Почему бесконечную? Потому что симплекс, и мы профструктуру задали как один норму, видите, тут стоит бесконечная норма. Вот нам надо это m определить. Ну вот, поскольку у нас тут все случайно, то тут надо мат ожидания квадрата. И вот я говорю, что тут m будет такое. А если я буду такое брать, разницу, то m будет другое. Это разный m, m получится разным, от ожидания квадрата, но m будут разные. Вот здесь m получается, сейчас я напишу, m получается 5 логарифм m на m2 в квадрате. То есть, видите, это m поменьше. А раз m поменьше, то и число итераций вам получше будет. И какая будет оценка для числа итераций? А оценка для числа итераций будет вот такая. Сейчас я ее здесь пишу. r равняется, он большое, значит, m2 в квадрате, логарифм. Логарифм в квадрате n на епсилон в квадрате. То есть, видите, уже лучше стало. То есть, если мы взяли две точки, две точки, то получился результат, ну, совершенно другой. То есть, здесь нету n, здесь нету епсилон в четвертой, есть m2 в квадрате, логарифм n и епсилон в квадрате. Вот эта оценка, она с точностью до логарифма n не улучшаема вообще никак. Более того, она даже в каком-то смысле нижнюю оценку нарушает в случае, когда m2 много, ну, когда m2 и m бесконечно сильно отличаются. Значит, что здесь интересно? Интересно то, что это как пирожки вы можете брать и, соответственно, рассматривать не симплекс, а другие множества, рассматривать разные постановки. Важно почувствовать идею, что есть некоторый стержень, зеркальный спуск. Он настолько общий, настолько, так сказать, он допускает всякие релаксации, что мы смещенную оценку тут считаем, вероятность. Но важно, что вот есть ключевой набор вот этих вот констант, которые определяют скорость сходимости. И вы, когда вместо градиента подставляете его какой-то аналог, первое, о чем вы должны задумываться, чтобы он был мало смещен, чтобы его смещение контролировалось, ну, как-то епсилоном, той точностью, которую вы хотите. Можно показать, что если вы добиваетесь смещения не больше, чем епсилон, то это же и в ответе появится, это не страшно. Потому что вам и точность нужна порядка епсилон. Ну и параллельно надо играть на том, чтобы, то есть bias, variance, trade-off, на том, чтобы дисперсия, ну, вот этот квадрат на отожидание этого вектора не стал очень большим. И дальше идея в том, что использовать ту информацию, которую вам дают, она не полная, для того, чтобы восстанавливать, ну, восстанавливать ваш градиент, 100 градиентов. То есть реально пытаться стремиться к минимуму функции, каким-то образом. И вот оказывается, что при переходе от одной точки к двумя, к двум происходит фазовый переход. Последующее увеличение числа точек, то есть если мы, например, живем втроем, нет, ну, это как-то, ну, в общем, вот три человека как-то вот могут обмениваться. То тогда здесь будет просто число лучше, число лучше, но формула не поменяется. То есть эта формула дальше меняться не будет. То есть она будет, вот, грубо говоря, если вы берете кача, то нужно единицу на к поставить, вот и все. Но не принципиально. То есть резкий переход происходит между одной и двумя точками. И, кстати сказать, это возникает вот не только в таком контексте, а тут в бандитах тоже там. Ну, это мы не будем сейчас про бандитов. Значит, вот просто я призываю немножко подумать, что вообще произошло. Совершенно нетривиально. Я когда первый раз такие вещи, ну, как-то получал, смотрел, я не верил, что это можно вообще так делать. Почему? Потому что вы не получаете даже значения функции. Вы получаете какую-то реализацию. То есть, вы знаете, вот вам дают, вот функция настоящая, она зашумлена как-то. И вам дают просто какую-то реализацию в конкретной точке, в которой вы скажете. Это все, что вам дают. Ну, хорошо, допустим, вам повезло, вы можете на одной реализации спросить в двух точках. Здесь очень важно, что на одной реализации. Ну, понимаете, вы можете решить задачу практически, размерность пространства сюда не входит. Это вообще удивительно. То есть, это, казалось бы, вы получаете не градиент, а точку. Ну, хорошо, две точки, а сюда не входит размерность. Вот это действительно, ну, в общем, довольно такие веселые результаты. Они сплошь и рядом здесь. Это просто конкретно выбранный пример. Вот. Теперь, ну, судя по времени, у меня его остается не очень много. Значит, теперь давайте перейдем, наконец, уже к постановке, которая онлайн. Вот онлайн отличается от того, что я сейчас все это рассказывал, только тем, что, ну, что вообще говоря, нам могут вредить по ходу процесса, менять условия игры. То есть, вот мы думали, что рестат устроен, а на самом деле она поменялась по ходу. И это вообще как-то надо менять критерий тогда. Вот онлайн-постановка отличается от обычной тем, сейчас я соответствующий слайд попытаюсь найти, чтобы мы, давайте детерминировали, тем, что я последнее неравенство не хочу писать. Вот это я не имею права писать. То есть я могу написать, что мне надо минимизировать вот такую штуку, fk-тая функция, fk-тая, xk-тая, значит, k от 1 до n, а вот пускай тут будет 1, наверное, это не принципиально, значит, минус, минимум. Хотя я сейчас пишу так называемый регрет. x принадлежит я к муку, это вот задача онлайн-минимизации, как она формулируется. Сумма fk-x, k от 1 до n, и вот я должен это минимизировать. Почему вы думали? А вот не по x, а по последовательности xk, которая определяется вот от чего. Градиент f от x, там, ну, значит, f от x, как бы это, и написать x, и, значит, вот так. Я хочу как-то пояснить, что я использую при расчете xk только градиенты функций в предыдущих точках. Вот это вот. И, ну, как бы вот тут и пробегает значение от 1 до k-1. Вот. До k-1. То есть при выборе точки xk я могу опираться только на эту информацию. И вот я фактически оптимизирую по такой зависимости. Как мне надо xk выбирать из истории. То есть я наблюдаю последовательность градиентов, дельта f от x1, точки xk, называю я сам. Вот я наблюдаю до какого-то момента f от xk. f от xk-1. Чтобы посчитать, чтобы посчитать точку xk плюс 1, я должен какую-то функциональную зависимость написать вот от этого всего. Вот я могу разные тут писать зависимости. И вот мне надо такие зависимости писать, чтобы эта штука была минимальной. Ну, смысл этого следующий, что если бы я заранее знал все функции, я бы мог решить эту задачу, я просто знал бы, мне бы сказали. Мне бы сказали, как вообще жизнь устроена в будущем. Вот я знаю будущее. Я бы нашел тот самый x, я бы точно решил эту задачу. Я просто взял бы все xk равное x. Я не знаю будущего. Что я знаю? Я знаю историю. То есть я знаю историю. На самом деле я плохо знаю, но в данном случае я предполагаю, что я знаю ее на уровне градиента. Ну, то есть я знаю историю вот в категориях градиент, как и конкретные функции fk. Да, тут надо писать f1, fk минус 1. Вот. И из этой истории я пытаюсь как-то, в общем, чего-то предложить для нового xk. Вот так вот. И, ну, типичный пример этой задачи, когда функции fk линейные. То есть функции fk линейные, интерпретируется это так. Вот у меня есть, я, как это называется? Ну, у меня есть брокеры, а я свои деньги даю брокерам, они играют на рынке. И lk это те потери, которые они несут. Вот пускай, соответственно, lk это вектор, это вектор. Вот lk1, это вот сколько потерял первый брокер. Ну, если он выиграл, то это будет со знаком минус. Вот, соответственно, lkm. m это сколько компонентов? Ну, давайте r у нас по-разному. Значит, x это доллар. Ну, то есть, я считаю, что у меня, я каждый день, каждый день я как-то хочу распределять 1 доллар. То есть, я, например, эксперту, брокеру номер один дам 50 центров кому-то, еще сколько-то, ну, как-то я свой доллар должен распределить. Исходя из истории того, как они до этого, так сказать, играли. Ну, что значит играли? Ну, значит, вот какие у них были выигрыши. Ну, так и эти выигрыши я могу наблюдать. Я знаю градиенты. То есть, я знаю, ну, в данном случае, это линейные функции. Я просто эти выигрыши знаю на предыдущих шагах. То есть, у меня стоит такая задача. Если бы я заранее знал всех брокеров, ну, в смысле, как они будут играть в течение, там, 10 лет, я бы понял, какой из них самый лучший, это линейные функции, и решил бы задачу минимизации линейной функции на симплексе. Она бы решалась, как минимум, в одной из вершинных симплексов. То есть, я бы, короче говоря, нашел лучшего брокера и дал ему все деньги. Ну, если бы у меня были правила игры такие. То есть, я не мог бы менять, я должен был одного выбрать по правилам игры, одного брокера, и дать ему. То есть, в жестких правилах игры предусматривать. Ты подписываешь контракт, вот заранее, с одним брокером, и все. Вот ты лучшего выбери. Вот если бы я знал, кто лучший, я бы столько получил. Вопрос. А если я не знаю лучшего, насколько хуже я получу? То есть, я не знаю, кто из них в итоге будет лучше. Я этого не знаю. Но я могу наблюдать, я реально живую историю вижу. То есть, я вижу, как они играли. Я вижу, кто сколько выиграл. Какой брокер, сколько, соответственно, там, проигрывал, выигрывал. Вот эти величины, пускай ограниченные, прям, всегда. Для всех N, Y, K, ограниченные. Это будет тот самый M, который вот там стоит. Ну, вот это M, вот это. Значит, я хочу, исходя из истории, вот из этой истории, и как, понимать, как мне сейчас действовать, как мне распределять мой доллар, исходя из, соответственно, истории. Вот ответ дает тот же самый алгоритм, просто в точности. Почему? Потому что вот не надо этого писать, вот у вас и будет вот эта штука возникать. Вот, вот эти рассуждения сохраняются. Просто надо здесь F, K писать. И вот этот вот случай, который я писал, соответствует симплексу, вот он. Просто возьмите здесь, суммируйте R, F, R. А это будет линейный фунт. То есть, вот это неверно. Так сейчас писать нельзя, потому что функции не одинаковые. А вот это верно. Вот я распределяю свой доллар на шаге капнус 1. Я даю и тому брокеру, и тому эксперту вот такую часть своего доллара. Где вот это D, E, F, это просто есть, что такое? Это есть L, R, I. То есть, вот эта вот конструкция в данном случае будет И для компонента вектора L, L, R. То есть, у меня тут L, X, R, да, на R шаге. Тут будет стоять F, R, та функция. И неважно, в какой точке она линейная. Значит, будет L, R, I. То есть, это вот, давайте я напишу. D, E, значит, D, E, F, X, R, F, X, R равняется L, R, I. Вот все. Вот это я подставляю вот сюда, вот сюда подставляю. С ровно той M, которая вот эта. То есть, вот с этим M, вот этот M, который ограничивает все эти потери, вывешив. Я получаю вот такой алгоритм. И это ответ его работы. И это не улучшаемо. То есть, это нижняя оценка для таких задач. То есть, я распределяю свой доллар между экспертами, делая N-тактов, я регрет, так называемый, могу сделать единицы на корень из N. То есть, короче говоря, если вот, ну вообще говоря, общие потери, вот эти, порядка, там, так сказать, некого N, то вот эта невязка будет корень из N. То есть, я в каком-то смысле другие порядки делаю. Но это вот неправильно. То есть, вот эта сама величина, которую мы приближаем, порядка N, а вот эта невязка порядка корень из N. Откуда это следует? Вот отсюда. То есть, вот это тот же самый результат, только в онлайн-контексте. То есть, онлайн-контекст подразумевает, что я при принятии решения, как мне действовать на вот этом шаге, на текущем шаге, я использую историю накопившуюся. Так вот, зеркальный спуск, он ничему не препятствует. То есть, это метод, который, вот если его правильно записать, он будет выглядеть, ну, если хотите, можно даже вот так сказать, что это тоже верно. Это тоже верно. Просто здесь надо тогда экспоненциальное взвешивание понимать, как бы, вот то, как я действовал на прошлом шаге, а это именно та функция, которая на этом шаге. Ну, не на этом, она вот когда-то, это когда-то садится, значит, с прошлого шага. То есть, это я прошлый шаг еще экспоненциально корректирую, исходя. То есть, это тоже, в принципе, верно. Просто вот это как-то более привычная запись. Вот это экспоненциальное взвешивание, оказывается, оно оптимально соответствует симплексу. Ну, или, скажем так, практически во всех известных мне контекстах оно либо оптимально, либо субоптимально с точки зрения логарифма соответствует решению задачи. То есть, лучше вы, если можете сделать, то только там на логарифм чего-то. А, как правило, даже и не можете. В данном случае с экспертами это вы не можете сделать. Ну, и теперь, наконец, возникает последний самый сюжет, который анонсировался в казино. А давайте теперь еще жестче сделаем, просто вот совсем с экспертами поступим так. У нас теперь два эксперта, и они, эксперты действуют, информацию получают таким образом. Они смотрят за казино, и один из них все время говорит орелов, а второй говорит решка. То есть, наши эксперты, это два типа поведения нашего поведения. Я либо первого типа поведения, либо второго типа поведения. Один все время говорит единичка, 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 единичка. А второй все время говорит нолик, 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 нолик. И если у меня монетка не симметричная, которая в казино играет, то кто-то из этих экспертов в результате выиграет. Ну выиграет, чем проиграет больше. То есть если монетка симметричная, то они как-то более-менее так и сыграют, что все время говорят что-то одно. Причем даже речь не столько о самой монетке, сколько о процедуре генерирования какой-то последовательности, насколько она справедлива в итоге будет с точки зрения частоты. Вот этот человек, он как бы все время говорит одно. И он выдаст в итоге невязку в одну сторону, эта невязка в другую сторону. И теперь я воспринимаю экспертов, как просто я либо этому доверяю, либо этому доверяю. Но проблема в том, что я не могу между ними распределить доллар. То есть я не говорю, что я делаю ставку на этого с какой-то частью денег, а я жестче говорю. То есть я говорю, что я либо этому доверяю на данном шаге, либо этому. То есть это значит, что моя стратегия в данном случае. Это не есть вектор симплекса. Это есть вектор, мат ожидания которого вот этому равняется. То есть я с такой вероятностью делаю, так сказать, реверанс в пользу первого. Ну то есть я х1к-1. Это вероятность, с которой я приму решение действовать так, как первый. Как первый игрок. А х2к-1. Вероятность того, что я приму решение действовать как второй. И вот оказывается, что такая релаксация этой процедуры, вот в точности эта процедура, в точности с прошлой задач, но просто с рандомизацией дополнительной. То есть у меня рандомизация просто она вынужденная. Я не имею права, по правилам игры, я не имею права делать ставку отличного опроса. Орел или решка. Если бы я мог, я бы распределил доллар. Я бы сказал, что 50 центов на то, что орел, и там, ну как-то. А тут я жестко, можно сказать, орел. Все. Но я должен это разыграть. Вот оказывается, что даже если казино, оно знает мою стратегию, оно просто знает, что я делал, оно знает мою стратегию, но не знает, как я подкидываю монетку, то вот этот же результат, а именно, только я вам сейчас перепишу, правая часть будет вот так выглядеть. m, корень из 2 логарифма n, значит, тут n, и тут будет плюс, плюс n, плюс n, корень из логарифма сигма минус первая, значит, n. Значит, ну сейчас, это в общем я, то есть тут можно с большими отклонениями написать, какая будет оценка, то есть она, давайте так, не буду сейчас с большим отклонением, от ожидания моего выигрыша будет в точности таким же. Большое отклонение сейчас не буду писать, просто, ну, они сугауссовские, но вот мат ожидания будет в точности так, как здесь написано. То есть получается, что я могу, если у меня вот эта, как бы сказать, монетка, несимметричность ее много больше, чем вот эта вот невязка, то есть монетка p-q умножить на n, она много больше, чем корень из 2 логарифмена умножить на n, на корень из n, то я получаю выигрыш в итоге. То есть, короче говоря, я могу это казино очень неплохо обыграть, если у меня p-q на n, а именно это, если не ясно, именно это есть тот выигрыш, который, вот эта задача имеет решение, либо вот это, вот это решение задачи вот этой, p-q на n, ну если считать, что одна и та же монетка кидается. Так вот, я могу приблизиться к этому результату вот на этот фактор, но только надо мне на n умножить, то есть я могу приблизиться к нему, там, на, на, ну, то есть получить что-то, что не хуже, чем вот это, 2 логарифм n умножить на n большое, вот, видите? Я прошу прощения, я сейчас улетаю в Сочи, поэтому я вас потерю. Это хорошо. Ну, в смысле, что вы в Сочи? Ну, я вернусь в воскресенье, то есть я буквально на один день. До свидания. Я уже скоро закончу. До свидания. Вот. И получается, что, понимаете, вы фактически, не зная заранее, вы не знали заранее, кто из них там лучше, этот или этот, будет в итоге, кто из них лучше, который все время единичку говорит или все время ноник. Вы это не знали. Если бы вы знали, вы просто бы, ну, так и делали. Но вы не сильно этому проигрываете. Вот ваш выигрыш p-q на n, если бы вы точно знали, так и действовали все время. А в итоге ваш выигрыш будет вот такой, на такую поправку хуже. Ну, в среднем, в среднем. Ну, согласитесь, что это какой-то такой универсальный рецепт. Вы же даже не знаете, на самом деле, как это сформировано. То есть, фактически, вы как бы можете сказать, что, ну, вот это же просто. Давайте просто делать так, что вот частотным образом. Вот кто из них сейчас был более успешен на этом такте, значит, в пользу того мы и будем делать ставку. Ну, можно привести пример так специально враждебной стратегии, которая живет на балансе. То есть, она вот так переключается. Что вы думаете, что она вот ровно сейчас не вон, и вот и так далее. То есть, тут надо понимать, что вот тот, кто кидает монетку, он о вас все знает. Абсолютно все, кроме того, как вы конкретно на этом шаге подкидете монетку. То есть, как вы разыграете случайную величину отсюда. Он этого не знает и только. Все остальное он о вас знает. И поэтому он может вам вредить своим киданием. Как угодно. Абсолютно. То есть, вот это может быть набрано совсем не так, как мы сейчас это понимаем. Кидать симметрично какую-то монетку, и вот это набирается. Это может быть не так. Это может быть хитрее. Вот он, вы что-то делаете, а он вам на зло вот это делает, а в итоге получится вот такая невязка. Вот если в итоге он, в принципе, не умеет как-то симметрично кидать, вы все равно на этом сыграете, как бы он не хотел вам навредить. Вот это нитривиально, потому что некий общий рецепт предсказания. Ну не предсказание, но как-то да, вот. Выявление такой несимметричности. То есть, эта несимметричность, она может быть алгоритмическим образом зашита. А вы таким образом распознаете, как бы, вот эту вот зашитую, что ли, несимметричность этой монетки. Если считать, что она действительно случайна. Но если она не случайна, то тоже алгоритмически распознаете. Как бы вас не хотели обмануть, вот все равно у вас есть такая стратегия, страховочная, что она вам гарантирует вот это. Здесь есть одно замечание Почему мы ориентируемся на это? Почему мы ориентируемся на такой критерий, как либо так, либо так? Почему мы не можем действовать как-то в перемешку? Это уже хороший вопрос, имеется в виду, что на него такого однозначного ответа нет Но правила игры такие И я пытался привести максимально постановки, где эти постановки оправдывают То есть по-хорошему, конечно, надо сравнивать с чем-то более интересным Например, брать, минимизировать по xk Вот здесь брать xk, а здесь минимизировать по последовательности xk Но тогда никаких хороших оценок можно показать, получить в общем случае нельзя То есть вот такие маленькие невязки по сравнению с порядком самой суммы Можно получить, когда он действительно сравнивается меньше И часто это может стоить симплекс Просто потому, что это имеет физический смысл Но все, что я сейчас рассказывал, можно просто накручивать онлайн Вот эти вот всякие неполные градиенты, всякие интерпретации И пошло-поехало Это вот сейчас возникает, например, так называемые контекстуальные бандиты Какую рекламу показывать? Ну вот новости какие-то Или там люди ходят на каких-то сайтах И кликают там, что вот после этой ссылки, вот эта ссылка И такие сервисы, как Яндекс, например, думают А вот что в топ новостей показывать? Исходя из истории кликаний Вот часто вот эти вот запросы функций, в том числе случайно Они соответствуют вот этим вот постановкам То есть таким контекстуальным бандитам Вы что-то минимизируете, вы не знаете, сколько точно чего это Но можете вычислять какие-то, так сказать, значения И старайтесь как можно быстрее распознать, где оптимум Вот как, вот типа такого Но только это еще в онлайн-контексте Потому что функция все время меняется То есть вам как-то еще надо вот что-то такое вот делать И в общем-то это очень интересное такое направление На Западе сейчас оно бурно развивается Последние лет 15 И есть даже специальная конференция Называется Кольт Ну вот, я точно не помню, как расшифровывается Компьютейшн, онлайн-ленинг, как-то так Ну да, как-то так То есть просто по вот этой онлайн-оптимизации Есть замечательные книжки, например, Лугоша Цезобьянча И обзор Бубика Цезобьянча по бандитам многоруким Вот, и в общем-то это очень, так сказать, интересное направление Я вам привел только несколько сюжетов Вот это известные сюжеты Вот с этими немножко сложнее, они не так известны Вот, это была сильно задача Нестерова В какой-то степени Ну и, кстати, вот с этими экспертами-мудрецом Это тоже задача Нестерова была Вот, я не знаю, когда обычно тут заканчивают Вот, в прошлые разы когда заканчивали? Восемь А тогда у меня восемь минут на вопросы А можно список литературы? Сейчас Список литературы, он на самом деле Ну, если брать не онлайн-постановки, то вот это вот Неплохой список литературы Но если брать онлайн-постановки То их тут нету Ну, в онлайн-постановке это книжка Лугоши Цезе Бьянче Предикшн Ленин Гейбс Легко ее загуглите Лугоши пишется вот так Лугоши Цезе Бьянче 2005 год книжка, ну она уже немножко устарела, но вот этот же автор с бубиком написал обзор в довольно современность А вообще сейчас у Эллада Хазана выходит книжка, или даже уже вышла, Эллад Хазан онлайн оптимизейшн В общем, тоже крупный специалист из Принстона Онлайн Ну, что-то в онлайн там есть назвали Эллад Хазан 2016-2015 Ну, 2016 Вот Еще, пожалуйста, вопрос. Все понятно было? Не совсем Не совсем Ну, это нормально, да А как конкретно вы это применялись и какие-то результаты были? Вообще говоря, вот эта вещь, ну немножко в другом контексте, применялась Статья была написана совместно с сотрудниками Яндекса, она была подана на НИПС и принята И там предлагается другой способ ранжирования веб-страниц Ну, не тот, который сейчас используется в Матрикс.нет Как раз там использовались безградиентные методы Просто потому, что в ряде случаев бывает так, что посчитать значение функции просто намного быстрее, чем градиент Ну, это не всегда так, потому что есть быстро автоматическое дифференцирование И оно говорит о том, что если у вас есть некое дерево вычисления функций, ну типа СХ, умножьте скалярно С на Х Если вы можете функцию посчитать за У большую от Н, ну и градиент за У большую от Н посчитать Это типичная ситуация Первые результаты на эту тему были у Бауэра Штрассена, это вычисление полиномов То есть вычисление полиномов многочленов, да? И его производный, хотя производный он от многих аргументов Это по сложности отличается не больше, чем в три раза, по-моему А для общих функций, для древовидно вычислимых, это четыре коэффициента То есть вычислить градиент не дороже, чем в четыре раза по сравнению с вычислением функций Это типично Бывают какие-то специальные такие черноящиковые модели, где надо вспомогательные какие-то задачи решать И вот там мы использовали безградиентный метод, как один из вариантов, как одну из альтернатив И вот, значит, решали задачу огромный размеров Но огромный размер был скрытый То есть он возникал при решении вспомогательной задачи в самом пространстве Ну то есть здесь в чем проблема? Размерность вылезает Ну здесь она не вылезла, потому что в общем случае она вылезает И вылезает вот так, нехорошим образом И это плохо То есть это много итераций Но оно и неудивительно То есть если вы считаете не градиент, а грубо говоря частную производную То, соответственно, у вас число итераций будет, значит, с такой же количеством раз больше Давайте я все-таки некоторый последний момент такой проясню Относительно того, как получается результат для, например, двух точек То есть вот почему вот этот вектор, например, его берут в качестве стола градиента В случае, когда, значит, вот такой вектор Где е равномерно распределен на единичной сфере Вот этот вектор, он хорош Он хорош, его матожидание равняется Равняется настоящему градиенту То есть матожидание этого вектора равняется настоящему градиенту Почему это так? Ну вот один из вариантов Ну есть разный способ Это концентрация меры на сфере, на самом деле То есть, ну, выберите два нормы этого вектора Да, тут надо Ну тут не надо, а просто, если вы хотите изучать поведение этого Значит, ну сейчас, мне проще так записать Давайте я введу случайную величину z, которая есть нормальный, случайный вектор с единичным атомцей И вот тогда это можно понимать таким образом, что это то же самое Это результат вам коррект Значит, что, ну так, асинтетический Что вот то, что я сейчас написал, с точки зрения поведения, и вот это одно и то же Почему это так? Это не тривиально, но необычно Это не очень сложно Значит, если вы возьмете сферу радиуса корень из n И возьмете равномерно распределенный вектор на этой сфере И возьмете произвольную ось То проекция вектора, случайно распределенного на сфере радиуса корень из n на любую ось x1, это будет нормальная стандартная случайная величина То есть, связано это с тем, что вы фактически можете сделать так Что ваше равномерное распределение на сфере, оно инвариантно относительно группы поворотов И еще таким свойством обладает только вот что? Только когда вы возьмете, значит, вектор из нормальных случайных величин То есть, я хочу сказать, что здесь есть, ну вот это свойство, как матрица меняется Нормальной случайной величины при ортогональном преобразовании Она меняется так, что там s транспонированная, а s То есть, это ортогонально, там как раз и получается, что вы Ну, как сказать, ну не меняется Нормальное распределение на вот этой вот шаре, оно не меняется И это, в общем, я сейчас немножко путанно говорю Давайте так, это я тороплюсь В общем, вот этот вектор, вот этот вектор Он эквивалентен вот в каком-то смысле вот такому Корень из n, e То есть, по вероятностному плану, вот это вот практически одно и то же А вот с этим вектором все довольно просто Мы от ожидания его можем посчитать таким образом Z на Zt, это матрица, умножить на ΔF1x Это то же самое, что вот такое скалярное произведение И вот, значит, надо считать мат ожидания от этой штуки А мат ожидания от этой штуки случайность только здесь сидит Это матрица, которая будет, ну она будет корреляционной матрицей гауссовского вектора Это единичная матрица по опрыглению, которую задаем То есть, это будет мат ожидания от этой штуки Вот, Z, Zt равняется i Единичная матрица Единичная матрица умножается на градиент Получается градиент А, собственно, свойство исходимости определяется квадратом Квадратом этой величины То есть, я должен посчитать квадрат вот этой штуки ДТФ от x на e Ну и умножить на e снова То есть, просто на e Вот это мне надо два нормы в квадрате взять Если я хочу в Евклидово работать, если в бесконечной, то вот так Вот, то есть, тут надо бесконечную брать Ну и дальше вы что делаете? Вы говорите, что вот это число, оно выносится из-под нормы И здесь остается норма бесконечная вектора Одномерно распределенная на сфере Вот это скалярное произведение И вот оказывается, что вот это себя ведет как Поотдельно просто, как единица на n Единица на n А это себя ведет как логарифм n на n И они фактически, эти случайные величины Они сконцентрированы около этих значений И там, где они концентрируются, они почти независимы То есть, я могу матожидание произведения брать Как произведение матожидания И вот тот фактор n, который здесь стоял С е, который я разнес Он при возведении вот этой два нормы в квадрате Дает квадрат Вот тут вот, будет n в квадрате Это n в квадрате сокращается вот с этим И вот с этим Вот потому здесь был Помните, тут я писал результат Вот такой вот странный n в квадрате Логарифм, там, в квадрате n на епсин в квадрате Как это появилось? А вот ровно я сейчас пояснил вам эту выкладку То есть, я n в квадрате практически убил тем, что вот Вот такой градиент беру от такой штуки А логарифм в квадрате возник из-за того, что отсюда один логарифм А второй логарифм из прокса Из-за расстояния Ну вот видите, что на самом деле Есть некая такая типизированность То есть, я просто должен находить Разумные из той информации, что мне доступно Мне не доступен градиент Мне, допустим, доступна производная по направлению Я могу ее конечной разностью заменить И вот я из этого пытаюсь понесать И вот это общая философия То есть, есть базисный метод И я в него вставляю что-то, что является аналогом, аппроксиматором вот этого градиента Вот человек, который, собственно, и предложил зеркальный спуск в конце 70-х Аркадий Семенович Немировский Он будет в конце декабря в Москве Читать мини-кульс По-моему, в скалотехе Вот В общем Активно действующий ученый Единственный в мире, насколько я знаю, лауреат всех трех премий Которые в этой области есть Данцига, фон Неймана и Фолкерсон Точнее, в обратном порядке В 82-м году он получил Фолкерсона В начале 90-х, по-моему, Данцига И вот в начале 2000-х фон Неймана По-моему, так Вот Ладно, я как бы не ответил на вопрос Просто рассказал, что еще хотел рассказать Сейчас 8 год Ну что, если нет вопросов, тогда, пожалуй, все В следующий раз будет Михаил Бруйцев Мозгограф Что-то такое в названии есть Ну, короче, про нейронные сети И, видимо, попытку создать интеллектуального собеседника Вот что-то с помощью нейронных сетей Аплодисменты